Итак, друзья, всех приветствую на своем канале. Смотрите, в данном выпуске Фредлайнер Коламбия 2002 года, двигатель Уберой-127. Видео-обзор ремонта для самого клиента непосредственно, чтобы он видел, что на машине делалось. Я бы, конечно, хотел бы полностью, знаете, сначала и до конца сделать весь ролик, то есть как начали, потом уже финиш, все, заезды. Ну, клиенту видно, ну, интересно посмотреть, что с машиной делается, чуть не терпится, так понимаю. В общем, видео Фредлайнер Коламбия, 2002 год, экономочка, зерновозик со средней крышей, Коламбия. В общем, всем, друзья, приятного просмотра и небылицам, а главная страна, если мелочи жизни, не мирно, либо над головой. Груди! Груди, груди, груди! Груди, груди! Продолжение следует... 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 Так, здесь редуктор тоже поставили. Стальники новые, защиты, ну все, все проверьте. Так, накладки клепать не будем, накладки, короче. Все, экономочка разбирается. Приде, идет сборка экономочки. Сняли, короче, камеры, смотрите. Это его раз, ну вытащили, поняли, да? Так, вот вторая, Андрюк, покажи вторую. Вот, ставим новый. Вот они, обе камеры у нас. Сейчас будем ставить новые сюда. Ну все, сборка продолжается. Друзья, показываем, короче, блокировку на экономочку. Так, крест поставили новый, состояние вала. Крест абсолютно новый, вот она, фирма, это где у нас коробку, покажи. Да, вот она, это Италия. Так, все сделали, вот он, грибок, гриб. Ну, короче, собираем блокировку, нормально, по подшипникам, тоже вопросов нет. Сейчас сальник тоже, кстати, поменяем, поставим новый, сразу взглядом на будущее. Сейчас сальник покажу. Так, вот он, сальник его, Мексика, видите? Так что, вот он, короче, сальничек. Сюда вот так забьем, и все будет нормально. Следом на будущее бы он не тек. Видите, какое тут расстояние. То есть оно должно быть плотно. Сейчас вот так сделаем. Видите? Подушка, значит, вот это раздавлено получается. Как, друзья, блок экономки, смотрите. Мотор делался, мотор нарезался, показываю, видите, направляйка у него. Наваривалось, что-то снимало, цвета сюда машинка не залазила. Взяли они, короче, подточили под машинку место. Как это огромная была машинка у них, видите? Выточили на плите. Ну, то ладно, а то полбеды, не страшно. Самое страшное, почему они выставили. Видите, здесь смотрите, показываю. Здесь два кольца, видите, стоит. Смотри, теперь здесь. Показываю, здесь уже три. Как они нарезали вообще, по три кольца, в общем, кидали. И вот они, я специально два кольца. Здесь уже два кольца стоят. Смотрите, я вот замеряю в из-то гильзы. Показываю. Вот нолик наш. Поджал специально ее. Так. Вот он, наш нолик. Так, видит нолик. Так, заходим на блок. Две десятки, друзья. Вообще просто. То есть гильза торчит в две десятки. И вот я не с блока на гильзы, а с гильзы на блок делаю. Да и там и так, без разницы, я так и так делал. В общем, смотрите, две десятки высота гильзы. Это очень много. Я не знаю, почему они так сделали. Должи же все знать. Если ты режешь, ты должен знать, сколько допусков. Не знаю, сколько должно быть. Короче, принимай решение. Как всегда, вызывает парня, с которым работаю, нарезать заново. Нарезать, подбирать кольца другие. Желательно одним цельным все это сделать. И толстым. Как бы вот так. В общем, три маленьких. Хорошо будем переделывать по-своему. Так, друзья, показываю. Ошибки предыдущих людей, кто ставил, нарезал. Во-первых, направляю очень глубоко забили. Видите, головка не будет направляться. То есть сейчас еще вот так прокладка встанет. И все, направляю, головка будет так гулять по этой направляйке. Поняли, да? То есть не будет центровать. Также показываю, да, три кольца здесь. Здесь вот получается сейчас вот так сделаю. Здесь везде вот эти, представьте, они сделали по три кольца. Здесь, видите, три штуки аж. Здесь тоже самое, три кольца. Три штуки. Потом здесь тоже. Ну, в общем, тут тоже три кольца. Видите, ну, в общем, там тоже три кольца вот здесь. И еще ошибка покажу. Может, кто будет делать, парни, обратите внимание. Видите, здесь направляю, когда стоит. Она стоит вот так вот. Представьте, головка ставится. И он опять, у нее центрует, головка может ходить по этой направляйке, то есть вперед-назад. Она должна стоять вот так вот. То есть поняли, да, чтобы головка четко встала на свое место. А она стоит вот так. Вот, обратите внимание. И очень глубоко, опять же, забили. Ну, кто-то делал, в общем, не понимал, я так понимаю, что... Она специально сделала, чтобы головка центровалась. То есть поняли, да, вот так она сейчас стоит вот так, а должна стоять вот так. И потом не попадет просто, не там обожмет, и все просто-напросто. Все. Так, друзья, в общем, нарезали заново. Получается. Все. А ну, покажи колечки, Ван, где это? Колечки. Так, у нас сколько тут? Да, сейчас я высоту померю. Поставить, видимо, или... Ставим вот такие колечки. Все 80, да? Да. Ну, вот так вот. Это уже работа, мне нравится, друзья. Сейчас, в общем, все колечки поставлю. Направляйте. Все вытащили, забьем, как положено, в общем. Ну, все. Сейчас сам проверю, посмотрю и впрочем. Друзья, показываем выступ гильзы после нашей нарезки. Так, показываю. Так, я уже проверял, так, видите, нолик. Так, нолик. Ну и вот наши 7 соточек. Ну, все, друзья, вот сейчас мне все нравится. Можно теперь собирать этот двигатель. Чтобы душа была спокойна. А что я могу сказать? Все, идем дальше. А то накинули по 3-4 кольца на каждый цилиндр. Сделали бутерброд. Так что вот так. Итак, друзья, смотрим экономочка. У нас собираются гильзы новые. Также показываю. Эти ставим сюда. Уже наши кольца, которые мы нарезали. 8 десяточек. Были тут, помните, да? То есть по 3 кольца стояло тонких. Ну, перерезали, сделали под одно вот такое колечко. Так что вот так вот. Ну, что так, друзья, смотрите. Гильзы обрисовали новые. Все поставили. Так. Все гильзы стоят. Также хотел показать. Обратите внимание, сколько высоко я его забил. То есть оставил. Здесь и заднюю тоже. Видите, как высоко я его ставил? Чтобы направляйте нормально. То есть работало. Чтобы головку отцентровало. Если головка сидит с места, на счет он газовая где-то. Не там обожмет прокладку. Так что вот так. Также, друзья, я хотел обратить внимание. Смотрите, резинку они оставили. Старую. Обратите внимание, как она вся стерта. Практически лысая, да? И еще момент. Видите? Масло. И скорее всего здесь, ну, масло текло. Надо будет опираться. Надо будет делать обязательно тоже. Большую резинку тоже надо будет менять круглую. Как обычно я делаю. Вот тут они, конечно, накосячили. Блин, смотрите, как точили. Видно, машинка у них большая какая-то была. И мешала эта часть. Они убрали чуть переднюю плиту. Ну, ничего. Это не смертельный, в смысле, нормально все. Работать будут. Так, друзья, смотрите, показываем. Паршня шатунной. Пальцы мне нравятся. В этом двигателе вообще классно. Сейчас покажу. Я их уже промерил. Держи. Телефон. Вот так вот. Пальцы. Давай сюда. На нолик. Сейчас мы покажем. Для самого нашего клиента. Так. Пол. Минус сотка. Минус полторы сутки. Минус полторы сутки. Минус полторы сутки. Да, еще. Минус полторы. Минус. Так. Здесь чуть больше. А ну-ка. Не могу поймать. Вот. Да, минус полторы. Да, минус полторы. Все нормально. Ну все, друзья. В общем, вот так. Пальцы примерно все в одном состоянии. Под микрометром померили. Пальцы, могу сказать, что в идеале. Так же по шатунах вопросов нету. Основные моменты, друзья, частные, это вот эта выработка. Где рабочее место. Если она есть, то может разбить просто. Мерите в силе обязательно пальцы, втулки вот эти. Обязательно надо мерить тоже в шатунах. Так что вот так. Кстати, здесь поршня стоят. Смотрите. Здесь без бронзовых втулок. Они бывают с бронзовыми втулками. Здесь без. Вроде как усовершенствованы вот эти, как считаются. Тут тоже, вру, все нормально. Как бы отлично. Вопросов нет, вещи ничего нету. Ну, в общем, поршня нас устраивает. Итак, друзья. Вот она экономочка. Смотрите. Фредлайнер Коламбия со средней крышей. Смотрите, я когда покупал эту машину, я покупал ее в городе Новороссийск. Новороссийск, мне говорили люди, ну, кто продавал, в общем. Мотор только от Капиталины. Все сделано. Здесь была проблема с коробкой. Коробка была снята, коробка была, в общем, плохая здесь. Меритер, коробка стала разбитая. Ну, я подумал, ну, коробку поменяем. Ну, в общем, проверю мотор. Все сделано же вроде как. По факту, действительно, видно, что мотор делали. Вот же его гильзы. В принципе, гильзы-то неплохие, на самом-то деле. Ну, так, убитого тут ничего нет, выработки нет. Даже скажу, где-то было тут написано у нас. ЮС. Я смотрел. Ну, в общем, короче. Мотор видно, что делали там. Нарезали же, видели, да, как нарезали. Сейчас выявился один момент. Вот поршням очищаю. Ну, и промеряю, как бы поршня. Обратил на такую вещь. Одну. Причем очень важную, да. Хотел показать для зрителя внимательно. Смотрите кольца. Показываю. Вот он номер. 235-315-51. Тоже оригинал. Все. Это Detroit 12,7. Смотрите, вот этот номер. Показываю. 235-037-47. Это тоже Detroit 12,7. Отличие этих двух колец. В этом. Это как бы стандартный, да, безегерный. Два с половиной кольца, верхнее кольцо. А вот здесь он идет, верхнее кольцо 3 миллиметра. На этой машине. Андрюх, иди подержите эту камеру, а. Я хочу показать для зрителя, чтобы внимательно. В общем, к чему веду я. Я когда брал поршень. Подержи. Вот так вот, держи. Так пальцем. Так, смотрите, показываем для. Я еще когда начал чистить, смотрю. Вот это, в общем, поршня безегерный. Завод, но это с 500-сильного мотора. С БКшного. 500-сильный мотор, верхнее кольцо идет 3 миллиметра. Смотрю, что-то, ну, уже на глаз вижу, что, ну, большая. Тут нужно стоять большое кольцо. Смотрите, его кольцо, которое мы сняли. Вот они, покажи, кольца старые. Это все его старые кольца. Сейчас берем и верхнее кольцо. Показываю вам эксперимент. Это его кольцо, который стоял там поршень. Смотрите, что здесь происходит. Смотрите. Стоит, что-то это. Видите, гуляет, смотрите. Вот. Просто, наверное, надо ехать пол миллиметра. Сейчас я покажу щуп. Щуп ходит сюда. Должен ходить сюда сейчас. Где у нас 50? Давайте, допустим, возьмем 45, пускай будет. Вот, вот, 45. Смотрите, 0,45. Смотрите. Спокойно, 0,45. Это щуп вот. Ну, 0,50 бы сюда четко влез. Смотрите. Вот. Представьте, какой зазор есть. Смотрите. Кольцо болтается просто. Они собрали здесь. Неправильно поставили верхнее кольцо. Думали, что безегерные поршня. Вроде в новороссийске, вроде как, насколько знаю, там, именно по американцам они специализируются, где я брал. Ну, вот так вот, видите, 0,45 щуп. Просто залетает. Оригинально. Да. Они, в общем, поставили сюда неродные кольца. Даже не обратили на это внимание. Сейчас показываю, какое здесь должно кольцо стоять. Вот они, 51, видите? Вскрываем. Оригинальные также кольца. Вот наше верхнее кольцо. Ну, оно толще, видно. Смотри. Одеваем сюда. И вот оно четко, видите? Четко на месте. И здесь даже, в смысле, в Тане даже щуп сувать здесь смысла не так видно. Все стоит четко на месте. Видите? То есть, они поставили сюда кольцо неправильное. Не обратили внимания. Думали, что так по камере сгорания безъегарный, но они бывают еще 3 миллиметра. Давай я покажу микрометром кольца, померяю. Покажу для зрителя, чтобы они знали. Допустим, вот так. Да, пускай там не 3, а 2. 2 и... Сейчас я на край поставлю прям на сам. 2,9, да, грубо говоря. 2,9. Сейчас посмотрим, где он кольца. Вообще, на 50 меньше. Ну, в общем, вот так вот. Все. Так, грубо говоря, сделаем. Какой вывод? Вот еще, наверное, сами кольца покажу. Чтобы даже по камере, в принципе, и так было видно. Чтобы вы поняли. Вот они, верхние кольца. Вот они потолще, видите? Даже, ну, так видно, что вот это тоньше. Так что вот так. В общем, они поставили 47-е. Надо было ставить 151-е. Поршня здесь стоит усиленные, БКшные, 500-сильные моторы. В общем, делаем какой вывод, друзья. Неважно, кто капиталил, кто что делал. 50 у нас гарантия. Только своей рукой собираем все. И все. Получается, этот двигатель вроде деланный. По факту заново перерезали. Сразу, ну, поставили новые гильзы. Сейчас новые кольца. Считаю, что он неделанный. В итоге получилось так. Затраты, как у неделанного. Так что вот так вот. Также сейчас будем ставить сюда оригинальные вкладыши. Так, сейчас покажу сразу. Вот они, вкладыши наши. Ах, блин, оторвал. Вот US. 66-е. Так что вот так вот. Мы все, идем дальше. Экономка. Показываю, ставим мы оригинальные кольца. 51-й, который 3 мм верхнее кольцо. Вот они US, US, оригинал. Все собираем, короче. Так, друзья, все, вкладыши новые поставили, оригинальные. Сейчас будем все это вставлять. И в путь. Так, друзья. Смотрите, сейчас будем приступать к операции. Будем менять резинку. Вот это будем ставить сюда резиночку. Новую, оригинальную. Здесь, я так понимаю, резинка убитая. Она здесь стекла. Я показывал, да, в ролике, что тут масло было. Приступаем. Итак, друзья, смотрите, снял резиночку. Не зря я это сделал. Вообще убитая, видите? Вот они. Продранная, видите, место. В общем, резинка убитая. Операция проходит не зря. Герметика намазали, конечно, очень много. Так что, вот новая, оригинальная. Это вот это не оригинальная резинка, кстати. А вот оригинальная. Все, сейчас будем все собирать. Все, друзья, смотрите, экономочка. Не сплошневаяся. Но гильзы новые показывала. Также ставим, получается, оригинальную прокладку. Показываю сюда. US. Вот она для клиента, чтобы он знал. Вот она, Detroit Diesel. С вырезом, как положено. Вот он, оригинальный значок его, номер. Ну, все, в общем, ставим оригинальную прокладку на этот мотор. Друзья, показываем головку. Полностью отрисована. Здесь, в общем, вся сделана. Стакан, в общем, все такое. Также клапана менялись. Получается у нас всасывающие клапана. Не все, конечно, но большинство менялись клапана. Ну, то, что сказали, все я им отвез, мы с этим людям. Все, в общем, она сделана. Сейчас покажу еще. Стальник и клапанов новый. Фрезеровать еще, видите, есть, где место. Так, покажу. Вот она, видите. То есть она еще не до конца. Видите, вот ступенечка. Тут еще можно фрезеровать ее. Смотрите, станник и клапанов новый. Ну, в общем, все, что надо, все, машина получила. То есть головка. Также форсунка на экономочке пришли. Все с ремонта полностью. Также здесь у нас резинки дает нам сразу с собой оттопливщик. Сейчас будем в общем ставить все на экономочку на фраге. Поехали, да. Так, друзья, показываю коробку, которую будем ставить на экономку. Подбираем трансмиссию, друзья, чтобы по редукторам все совпало. В общем, на этой коробке я сделал сам лично. Коробка офигенная. Но хочу, чтобы тоже клиент знал состояние коробки, что все зубья целы. Все в офигенном состоянии. Она вообще как новая. Просто как новая. Показываю ходом муфт. Все четко вообще. Так что ставим эту коробку на экономочку и в путь. Она даже открыта работает, чтобы клиент тоже все знал. Так что вот так вот. Офигенная коробка в общем ставим. Сейчас будем подбирать флянцы. Сразу сальник поставим задний новый. С взглядом на будущее. И все. И будем ставить на экономочку эту коробку. Итак, друзья, смотрим экономочка, которая собирается у нас. Показываю. Ставим тормозок на коробку. Показываем Made in USA. Разборные я их ставлю всегда. Также смотрите. Будем составить новую подушку и мотору. Переднюю. Экономочка показываю. Отшипник маховика заклинитый. Полностью заклинил. Здесь. Видите, сальник. Тек. Вроде его меняли. Видите, он вроде свежий как. Но натек. Будем сейчас ставить другой. Все, друзья, идем дальше. По подушкам вроде вопросов нету. Так что идем дальше. Так, друзья, показываем. Ставим подшипник маховика. На маховик, то есть вы поняли, да? На колено туда. Смотрите. Ставим польский. И мы все абсолютно берем. Вот так открываем. Груза, видите, сколько здесь смазки. Я считаю, здесь мало смазки. Мы сейчас полностью забьем синей смазкой. И закроем. Мы все подшипники абсолютно всегда так делаем. Друзья, но вы не смотрите. Видите, как они экономят здесь литол. Я не знаю. Так что так. Сейчас будем забивать и ставить на место. Вот это уже другое дело. Видите? Так что вот так. Пойдем дальше. Сборка продолжается экономочки. Вот, смотрите. С ним мы ставим сцепление на экономочку. Так, показываю его диски. Бушное ставим, но хорошее. Оно практически новое. Смотрите, по ферродол. В общем, пружинки четко все вообще. На экономочку. Я думаю, еще поработает он очень долго, это сцепление. Так что. Корзина у нас тоже, в принципе, хорошая. Выработки особо нету. Ну, да, свежая такая вообще. Да, да, да. Ну, все, друзья. Ставим, короче, сцепление на экономку. Восстановили, короче, мы тормоза. Колодки поставили. У нас были хорошие наклепанные. Мы не стали их переклепывать. В общем, поставили колодки. Вал наварили. Трещотку. Все, в общем, собрали. Все новым. Сейчас пойдем на ту сторону. Здесь аналогично. Также все собрали. Трещотку, вал. Накладки, собственно, собралось. Так что, барабан, кстати, неточеный, родной. Ну, все, в общем, сборка продолжается. Передок восстановили. Итак, друзья, экономочка собирается. Продланер такой. Со средней крышей показываю. Ставим насос топливный человеку. Капитальный, полностью перебранный. Чтобы солярка не чернила, чтобы качал, чтобы было давление хорошее. Все, в общем, дела идут вперед. Клапан на крышку поменял. Поставил контракт, но что еще сделал? Да много что сделал. В общем, переделываем, все делаем. Так, друзья, смотрите, заводим с канистры. Что-то он, солярка не идет. Поехали, Андрюх. Давай. Поехали, Андрюх. Поехали, Андрюх. А что он глохнет? Ну, наверное, не послассали. Экономочка. Уже через фильтр опустили. Давление 50. Так, вот ошибок нету. Машина 430 лошадиных сил. Ну что, первый запуск произошел. Друзья, шьется машина. Экономочку шьем 500 сил. Так что вот так вот. Друзья, экономочка начинает полироваться. Вот так начинается красота на этих американцах. Вот так начинается красота. Вот с этого, друзья. Вот так стоим на машинах и наводим красоту. Не только техническую часть. Начинается полировка экономки. Поехали. Так, друзья, покажу вам некоторую работу. Смотрите, в данный момент что делаем. Вот ручка этой машины дверная. Обычная вещь. Для фредлайнера больная тема. Начинаем чинить двери, ручки. Место тяги здесь цепочка. Она нам понадобится собаку завязывать. Может быть, да, Андрюх? Да, да. Тут еще плаву. Ну и сам, да, все. Тут видно, когда стекло когда-то рассыпалось, все разбито. Обломки там лежат. Обшивка. Где наши красивые? Обшивочка. Огонь вообще. Все будем менять. Друзья, смотрите. Кабина отполировалась у нас. Как она блестит, может быть, видно, что отражается, да? Отойдите, мне покажу. Так, смотрите. Машина это экономка, вы знаете, да? То есть, и как бы по внешнему особо ее не собирались делать. Да, не было такой договоренности. Снимать себя. Решили поменять. Просто она била, что-то здесь замят. Все. Решили, короче, от себя сделать подарок. Подарок поменять это все. Чтоб было все красиво. Хоть я экономка, но нам самим нравится, когда все красиво. Хотя более-менее, вы знаете, что-то выбрать, что-то, ну, скажем. Луже, чем вот это, чтобы было. Так что вот так вот. Друзья, собирается экономочка. Договорились с хозяином машины, что он у нас резину покупает. Мы резину обулинули. Так, показываем кран. Шипит. Ставим новый. Вот здесь он стоит, сзади. Так что, так же камеры поставили новый. Ну, в общем, все, что надо, машина получает. В эконом-режиме, но все будет работать. Показываю реактивную тягу. Меняем ее. Это вот этот соленблок. Видите, он съехал уже сюда. Видите, его там резинка повыла и заложился. Сейчас будем ставить новую сюда тягу. Реактивную тягу поставили новую. Работа продолжается экономки. Экономочка. Показываем в салон. В каком состоянии до ремонта. Показываю, видите. Чтобы вы видели разницу. Так, скелет, видите, сломанный. Тоже, как всегда, здесь все разбито. Где пускай нет магнитолы. Вот такие у нас скелеты в наличии. Вот они, новый скелет. Будем ставить сюда. Так что, ну, в общем, в режиме экономки делаем, чтобы все было аккуратно. Более-менее нормально, приятно. Все. Смотрите, экономочка. Делаем салон, как всегда. Скелет поставили новый. И вот, там, вон, все разбито, разломано. Видите, куски лежат. Разобрали всю панель. Экономочку восстанавливаем. Что могу сказать. Итак, друзья, смотрите. Дет ремонт экономочки. Восстанавливаем капот. Хоть и экономочка, но мы хотим, чтобы экономка была более-менее приятная экономка. Понимаете? Не совсем экономка, экономка. Так что, вот так. Вот идет малярка капота. Идем дальше. Будут здесь родные фары стоять. Калины убрали. Новая решетка будет стоять. Мужик за это платит. Вот так вот. Экономка выехала, друзья. После долгого простоя. Вот такой пока терминатор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... друзья вот так заехали посмотрели как видит вроде неплохо пока мне все устраивает передатка мне нравится я такой сделал первый этапа к работам раз выложу а то клиент хочет видео увидеть я так понимаю что с машиной сделалось там еще много работы мелочевка фонари и электрика ничего не подключено абсолютно просто протестировали первый раз выехали прокатились по такой фред у нас получается пока но это еще далеко не финиш друзья еще раз в мелочевки очень много мотор мне нравится отработать давление нормально передатку подобрал четко вообще мы же меняли передатку подбирали все так что вот такая экономочка нас получается мелочевок еще очень много но будем доделывать чем по салону вопросов много что будем делать смотрите эту машину скоро на финише такая экономочка всем пока не болеть самое главное остальное все мелочи жизни мирного неба над головой всем пока вот такой вот обзорчик фреддика экономочка